Доброго времени суток. На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Мы с вами продолжаем разговор о цвете и тоне в фотошопе. В первом уроке мы с вами рассмотрели цветовые модели и посмотрели из чего же состоит у нас цветовое пространство RGB. В этом же уроке мы с вами поговорим о цветовой модели СМИ. Как мы выяснили из урока по цветовой модели RGB, в ее основе лежат источники света, которые имеют различную длину волны и соответственно возбуждают разные рецепторы, находящиеся в наших глазах и тем самым мы получаем цвет. А как получить цвет, к примеру, у бумаги, ведь здесь нет источника света. В этом случае мы берем общий источник света, он белого цвета. Этот свет падает на бумагу и отражается от нее. И нам надо из этого белого света, который включает все виды волн, длинноволновое, средневолновое и коротковолновое излучение, часть этого излучения удалять таким образом, чтобы опять возбудить колбочки наших глаз в нужной нам пропорции. Вот такая система получила название субстрактивное, то есть вычитательное. Из общего белого стимула мы вычитаем какую-то часть цветовой компоненты. Цветовую модель SMIC используют для смешения красок печатающие устройства. Принтеры, типографские станки. Цвета этой модели получаются в результате вычитания из белого базовых цветов модели RGB. Откроем другой файл и посмотрим, как образуется цвет. Голубой. Включаем этот слой. Что делает голубой? Он поглощает длинноволновую часть спектра. То есть это светофильтр, который поглощает красную часть спектра длинноволновую. Это по сути антикрасный. Белый минус красный, получаем голубой. Обратите внимание, что голубой это не цвет голубого неба, как можно предположить. Перевод с английского не очень удачен. Этот цвет скорее такой химический, с оттенком зеленого цвета. Следующий. Пурпурный. Включаем этот слой. Что делает пурпурный? Он поглощает средневолновую часть спектра. То есть это светофильтр, который поглощает зеленую часть спектра. Это антизеленый. Белый минус зеленый. И, наконец, желтый. Включаем этот слой. Что делает желтый? Он поглощает коротковолновую часть спектра. То есть это светофильтр, который поглощает синюю часть спектра. Это антисиний. Белый минус синий. Давайте включим название этих цветов на русском и английском. Как вы уже догадались, по названию первых букв на английском языке и получилась аббревиатура СМИК. Там, где все три цвета, пурпурный, желтый и голубой, накладываются друг на друга, то есть в центре, каждый цвет поглотил свою часть спектра. Поэтому мы получаем черный цвет. Как нам получить другие оттенки цвета? Давайте посмотрим опять на примере оранжевого. Нам надо оставить красный на максимум. Поэтому голубой я практически отключу. Мы знаем, что голубой – это антипод красного. Чтобы добавить максимум красного, я голубой отключаю. Теперь нам необходимо ослабить средневолновую часть спектра, то есть уменьшить пурпурный примерно до половины. Пурпурный – это антипод зеленого. Переходим на пурпурный и уменьшаем непрозрачность на 50%. И вот мы в центре получили оранжевый цвет. То есть, по сути, система СМИ – это антипод системы RGB. Голубой – это антипод красного, пурпурный – антипод зеленого, а желтый – антипод синего. Давайте посмотрим на эти две цветовые модели. Слева СМИ, справа RGB. Но пользоваться вот такими схемами не очень удобно. Поэтому разработали специальную схему, где перешли от этих шести дискретных отдельных цветов и расположили их в виде переходов от одного цвета к другому, на цветовом круге. Вот этот файл – цветовой круг. Вы видите, что цвета расположены по кругу. Красный, желтый, зеленый, голубой, синий, пурпурный и опять красный. Конечно, эта система не совсем точная, но она удобна тем, что позволяет быстро и понятно оценить цвет в соответствии с цифровыми показателями цвета. Как определять цвет по цифрам, мы будем с вами учиться в следующем уроке. А пока вернемся к модели СМИК. Как вы могли заметить, у нас здесь есть еще четвертая буква К от английского K, то есть ключ. В модель СМИК включен еще и черный цвет, который является ключевым в процессе цветной печати. Дело в том, что реальные краски имеют примеси. Их цвет не соответствует в точности теоретически рассчитанным – голубому, пурпурному и желтому. Смешение трех основных красок – желтый, пурпурный и голубой. Давайте вернем все значения на место. Так вот, смешение трех основных красок, которые должны давать черный цвет, в центре мы с вами видим здесь черный цвет, дают вместо этого неопределенный грязно-коричневый цвет. Поэтому в число основных полиграфических красок и внесена черная краска. Следует отметить, что краски модели СМИК не являются столь чистыми, как цвета модели RGB. Этим объясняется небольшое несоответствие базовых цветов. Согласно схеме, которую вы здесь видите, при максимальной яркости должны получаться следующие комбинации цветов. Смешивание пурпурного и желтого должно давать красный цвет. Смешивание желтого и голубого должно давать зеленый цвет, а смешивание пурпурного и голубого должно давать синий цвет. На практике получается несколько иначе. Давайте в этом убедимся. Откроем диалоговое окно палитры цветов. В этом окне у нас справа есть поля для ввода значений цветовой модели СМИК. Вот эти поля. Давайте введем необходимые цифры и посмотрим, что у нас будет получаться. К примеру, возьмем пурпурный 100%, то есть максимум, и желтый 100%. Пурпурный плюс желтый должен давать чисто красный цвет. Вы видите, получается совсем другой оттенок красного цвета. Мы с вами это четко видим по значениям RGB. 137, 48, 53. Чтобы получить чисто красный цвет, мы с вами должны поставить 255, 0, 0. Вот такое отличие. Теперь, к примеру, поставим желтый 100%, пурпурный поставим 0 и голубой поставим 100%. По идее, мы с вами должны получить чисто зеленый цвет. Мы видим на картинке, желтый плюс голубой должен давать зеленый цвет. Но на самом деле, у нас получается такой оттенок зеленого цвета. Это не чисто зеленый цвет. Зеленый цвет у нас должен быть вот такой вот. Имеется ввиду чисто зеленый цвет. Ну, давайте убедимся, что и третье сочетание нам не даст чистый цвет. Введем 100% в поля голубой и пурпурный. Желтый уберем. По идее, мы с вами должны получить чисто синий цвет. Посмотрите на картинку. Пурпурный плюс голубой должен давать синий цвет. Мы же с вами получаем вот такой синий цвет с фиолетовым оттенком. Чисто синий цвет у нас должен выглядеть вот таким вот образом. Вот чисто синий цвет. Нажмем «Отмена». Более того, не все цвета модели RGB могут быть представлены в модели SMIC. Цветовой охват RGB шире, чем у SMIC. Давайте в этом еще раз убедимся. Мы с вами видели этот файл в первом уроке. Черные линии – это у нас цветовое пространство SMIC, а белый треугольник – это RGB. И вы видите, что RGB довольно сильно шире, чем SMIC. Именно это обстоятельство необходимо учитывать при переводе изображения из одной модели в другую и наоборот. Модели RGB и SMIC являются аппаратно-зависимыми. Что это такое? Для модели RGB значения базовых цветов будут определяться характеристиками ламп подсветки и цветовых фильтров панели у ЖК-мониторов. Поэтому эта модель является аппаратно-зависимой, то есть зависит от характеристик. Если же обратиться к модели SMIC, то значения базовых цветов определяются реальными типографскими красками, особенностями печатного процесса и носителя. Таким образом, одинаковое изображение может по-разному выглядеть, будучи представлено с использованием различной аппаратуры. Это надо иметь в виду, когда вы, к примеру, рассматриваете один и тот же файл на разных мониторах или печатаете один и тот же файл в разных типографиях. Давайте подведем некий промежуточный итог по цветовым моделям RGB и SMIC. Даже вполне опытные Photoshop мастера постоянно сталкиваются с проблемой отличия между цветами изображения на мониторе компьютера и на бумаге. Необходимо отметить, что добиться стопроцентного соответствия цветов экрана и полиграфии практически нереально. Но можно здорово сократить эти расхождения, заранее зная все ограничения, возникающие при печати и таким образом прогнозируя результат. Для того, чтобы понять причину этого несоответствия, надо знать, как и каким образом мы воспринимаем цвета. Почему, например, белый лист мы видим именно белым? Что на это влияет? Дело в том, что одни предметы и их цвета излучают свет, а другие его отражают. Излучаемый свет – это свет, который исходит из какого-либо активного источника – лампочки, экрана монитора, телевизора и так далее. Отражаемый свет – это свет, который отскакивает от поверхности объекта, отражается от него. Белый лист мы видим белым именно потому, что он отражает все цвета и ни одного не поглощает. Например, если его осветить зеленым или синим светом, то он приобретет цвет соответствующего освещения. А вот если вы возьмете лист синей бумаги и осветите его белым светом, лист так и будет выглядеть синим, потому что он поглощает все цвета, кроме синего. Зная эти нехитрые принципы, мы можем назвать два способа синтеза цвета. Аддитивные цвета – от английского «добавлять» модель RGB и субстрактивные цвета – от английского «subtract» вычитать модель SMIC. Аддитивные цвета – в этой модели мы образуем белый цвет, заполняя черное пространство разными смешанными цветами, то есть идем от черного к белому. За основу здесь берется полное отсутствие света, темнота, черный монитор компьютера, экран телевизора и так далее. Монитор компьютера создает цвет непосредственно излучением света и использует таким образом систему цветов RGB. Эти цвета всегда выглядят ярче, насыщеннее и контрастнее цветов печати. Система RGB адекватна цветовому восприятию человеческого глаза, рецепторы которого также настроены на красный, зеленый и синий цвета. Субстрактивные цвета. В этой модели мы получаем любой цвет, вычитая другие цвета из общего луча отражаемого света, то есть здесь происходит обратный процесс – от белого цвета к черному. Система субстрактивных цветов работает с отраженным светом, например, от листа бумаги. Такой способ преобразования действует при работе с физическими пигментными красками в живописи или в типографии. За точку отсчета здесь берется белый лист бумаги. Чем больше красок мы смешиваем на листе, тем темнее получен результат. В системе субстрактивных цветов основными являются голубой, пурпурный и желтые цвета. Они противоположны красному, зеленому и синему. Когда эти цвета смешиваются на белой бумаге в равной пропорции, получается черный цвет. Точнее предполагается, что должен получиться черный цвет. В действительности типографские краски поглощают цвет не полностью и поэтому комбинация трех основных цветов выглядит темно-коричневой. Чтобы это исправить, в полиграфии добавляют немного черной краски. Систему цветов, основанную на таком процессе четырехцветной печати, принято обозначать аббревиатурой SMIC. Цвета SMIC всегда будут выглядеть менее яркими и насыщенными, чем цвета экрана RGB. Скорее всего у вас возник вопрос, чтобы напечатать фото на моем домашнем принтере или фотолаборатории, я отдаю на вход таких печатных машин в файл формата RGB. А вы рассказали нам, что принтер печатает красками SMIC. Как такое возможно? Все правильно. Дело в том, что такой файл RGB печатная машина самостоятельно преобразует в цвета SMIC. А вот если вы захотите печатать в профессиональной типографии, то у вас файл формата RGB не примут, а потребуют в файл формате SMIC. На этом наш урок по цветовой модели SMIC закончен. А в следующем уроке мы с вами рассмотрим такую интересную цветовую модель, как HSB. Вот эта модель. Насыщенность, световой тон и яркость. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок.